Слушай внимательно, церковь это то место, где дети должны быть в первую очередь. Твоя задача и моя задача научить детей ходить перед Господом. Все остальное не важно. Наша задача научить детей. Если я сам еле хожу уже, то послушай внимательно, твои дети тоже так же будут ходить. Мы должны научить детей ходить перед Богом. Это моя задача как отца. Да, если я в свои 40 лет еще не научил детей ходить перед Богом, у меня проблема. И я хочу с вами сегодня говорить на другую тему. Кто мы такие? Мы дети Божьи. Скажи, я сын Божий. Скажи, я должен пребывать в том, что я есть. Я должен пребывать в доме своего отца. Смотрите, интересно, Иисус приходит в храм, и Он говорит, это дом моего отца. Вы знаете, где я должен быть? Знаете, где мне удобно и где мне хорошо, где мне приятно и где я чувствую себя комфортно? Кто приходит к себе домой и чувствует себя дискомфортно? Ты можешь включить телевизор, сделать что-то угодно, там сварить, кушать, придешь на кухню, подогреешь кофе. Ты комфортно чувствуешь у себя в доме. Ты там хозяин. В доме отца ты чувствуешь себя комфортно. Смотри, когда в церковь приходит человек, и он чувствует себя дискомфортно, значит, что-то здесь не то, где-то здесь обман. Или церковь не та, или ты не тот, за кого себя выдаешь. Потому что хорошо в доме, Божьем Сыну, я должен быть и делать свое звание твердым. Я должен стремиться к этому, чтобы мне было удобно. Вы знаете, мы обустраиваем свой дом, мы делаем свой дом, мы делаем свое место, мы покупаем красивую кровать, удобную, чтобы нам спалось хорошо. Но мы при этом ничего не делаем для того, чтобы в церкви было приятно и хорошо. Мы делаем многие вещи, и мы хотим, чтобы нам было уютно. Уют будет от того, что я сделал, а не от того, что для меня сделали. Тебе всегда будет хотеться убежать, и желание твое будет куда-то на сторону, если ты не в том месте. Тебе будет хотеться изменить что-то, и желание изменить, если ты ничего не делаешь для того, чтобы что-то было вокруг тебя. Я должен трудиться. Вы знаете, самое интересное, в бытие написано о труде. И Бог говорит, что я тебя посадил в сад, в сад Эдемский. Но для чего? Для того, чтобы возделывать, ну, не только землю, но просто срывать даже эти фрукты, овощи, кушать хотя бы, и чуть-чуть за ними беспокоиться, обрезать, заботиться за них. Вы знаете, некоторые перестали заботиться за то, что они должны заботиться. Они хотят быть потребителями, но они не хотят ничего давать. Но так не бывает у Бога. Бог говорит, слушай, что посеет человек. Закон сеяния и жатвы был после, ты скажешь, после закона. Но Бог сказал Адаму, если ты находишься в саду Эдемска, ты должен его возделывать, заботиться о нем. Ты должен заботиться. Там было сеяние и жатва. Сеяние и жатва еще были до того. Там не было терн и оволж, там не было проблем. Но сеяние и жатва они были. И вы знаете, если вы понимаете, что сеяние и жатва работают, то десятина работает. Служение работает, потому что оно еще было до того, как у человека греха, у него было грехопадение. И вы знаете, некоторые не понимают этого, и некоторые не чувствуют себя комфортно, потому что они не делают это. Дискомфорт создается из-за моего неправильного понимания и неправильного строительства. Самая хорошая семья может быть разваленной из-за того, что я ничего не делаю ради того, чтобы это состоялось. О, вы знаете, что нету плохой семьи. Есть недостаток строителей. Те, которые устрояют дом, строят дом. Мы должны заботиться о своих. Мы должны заботиться о своей семье. Мы должны заботиться о своем доме. И вы знаете, только Бог знает намерение о нас, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать будущность и надежду. Он знает, куда тебя направить. Он знает, что тебе изменить. Он знает, какие качества в тебе еще должны измениться, какие должны обрезаться. Что в тебе не так для того, чтобы ты вырос, для того, чтобы ты подрос, для того, чтобы ты мог стать тем, кем ты должен являться. Потому что некоторые сегодня, они выдают себя за тех, которые они должны быть. Они важны только на вид. Но когда с ними встретишься в плохом свете, они ругаются, они чуть ли не матерятся, хотя называются себя христианами. Духовно они не такие. Они внутренне не такие, потому что это выказывает их, оно показывает, кто они такие. Вы знаете, самое интересное, когда Бог говорил, что закон, который Он создал, Он работает, Он делает из хаоса, из хаоса свой порядок. Я вчера смотрел передачу. Вы знаете, самое интересное, передача про Пифагор. Пифагор вообще интересный человек был, и он вообще математик был, теоретик. Многие вещи придумал практически, и теоремы, которые работают до сих пор. И самое интересное то, что он выдвинул теорию, что вся Вселенная создана гармонично, математически, музыкально. Когда Бог творил всю Вселенную, Он все продумал. Люди думают некоторые, что все идет к хаосу, к разложению. Но посмотрите на нас, разве это разложение или это прогресс? Мы можем быть или в Божьем прогрессе, благословении, или в том, что мы живем, или в том, что мы чувствуем. И Он говорит, это все гармонично. Его теория была верна, некоторые оспаривают до сих пор эту теорию. Но гармония, музыка, она работает во всей Вселенной. И вы знаете, когда мы прославляем Бога, это есть сила. В этом есть сила. Все небеса славят Его. На этом все построено. Вы знаете, Бог сказал, оно зазвучало. Оно начало строиться. Оно начало твориться. И вы знаете, некоторым надо просто смирение для того, чтобы то, что Он сказал в твоей жизни, начало звучать, начало меняться. Гармония, чтобы совершилось. Гармония в браке. Гармония на работе. Гармония в служении. Гармония взаимоотношений. Гармония в труде, в работе. Гармония во всяком деле. Вы знаете, только Бог, Он знает, где нажать и что сделать. Но у Него есть свои методы. И я хочу поговорить о методах. Он не будет ничего делать за вас, если вы этого не хотите. Потому что Он говорит, Он создал человека свободного. Ты можешь делать, а можешь не делать. Ты можешь хотеть, можешь не хотеть. Но твой выбор за тобой. Твое желание для Него закон. Гармония. И вы знаете, я прочту одно местописание, а потом будем... Давайте откроем. Колоссянам. Наташа, можно мне плащик? Да, да, я одену. Давайте. Я хочу что-то вам показать. Он легенький. Его легко одеть. Слава Богу. Я специально, наверное, его и делал. Колоссянам, 3 глава. С 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Смотрите внимательно. Я ищу чего-то. Я должен искать горнего. Я воскрес со Христом. Мы недавно праздновали. Христос. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Если Христос воскрес, то ищи. Скажи своему соседу, ищи. Не гробков. Слава Богу, что вы не пошли сегодня на гробки, потому что все гробки. А у нас, слава Богу, мы ищем. Аллилуйя. Кто-то говорит, я вчера был. Не проведете меня. Но ты в церкви, слава Богу. Ищите горнего. Где Христос сидит, а где сную Бога. О горнем помышляйте. Смотрите, чтобы музыка зазвучала в твоей жизни, ты должен что-то сделать. Надо мыслить. Надо мыслить правильно. Надо мыслить не на своем уровне, а на его уровне. Ты можешь выйти на уровень Божий. Ты можешь размышлять так, как Он размышляет. Потому что некоторые, они размышляют совсем по-другому. И я буду учить сегодня говорить, как размышляем мы. Мы часто размышляем по-человечески, низменно. Мы думаем, как к нам относятся, так и мы относимся. Мы должны поступать так же. Эгоизм превыше всего, гордость и все остальное. И мы знаем, мы видим этих людей, они живут так. Но послушайте, Бог не так поступает. Он отдал свою жизнь. Он пострадал, Он пошел на крест. Вы знаете, они хотели Его сделать Богом. Нет? Нет. Вы знаете, люди... Ах, хорошо, ладно. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Богом. Когда же явится Христос? Жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним во славе. Слушай внимательно. Я хочу, чтобы вы услышали это. Когда явится Христос. Некоторым Он еще не явился, а некоторым уже. Христос воскрес. Он явился вам. Жизнь ваша. Вы знаете, кто возрадовался? Кому Он явился? Библия говорит, когда же явится Христос? Жизнь ваша, тогда и вы явитесь. Явление Сынов Божьим, пребывание Сына Божьего говорит о том, верю ли я, нахожусь ли я в Нем, воскрес ли я вместе с Ним, свободен ли я от всего. Смотрите, есть метод воскрешения из мертвых. Как мы воскрешаем из мертвых? И тут написано так. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и дало служение. Земные члены, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и дало служение, за которые гнев Божий грядет на Сынов. Смотри внимательно. Сыны, они всегда противятся тому, что желает Бог. Дьявол всегда противится Божьим, будет Божьим установлением, Божьему порядку. Сыны противления – это сыны дьявола. И я вам хочу сказать, есть некоторые, которые являются сынами дьявола, и им надо просто умереть, для того, чтобы воскреснуть с Иисусом Христом. Иисус, обращаясь к фарисеям, он говорил, вы сыны дьявола, и вы исполняете похоти Отца вашего, желания Отца вашего. Я же отгорник. Вы знаете, когда мы понимаем, кто мы такие, в каком мы положении, нам не надо доказывать никому ничего. Мы просто живем этим. Но некоторым надо сказать, слушай, умертви это. Если ты это не умертвишь, то ты не сможешь двигаться вперед, потому что нельзя войти в новое со старыми своими тараканами. Тараканы должны вытравиться. Кто-то сказал, неважно, ладно, не скажу, за которых гнев Божий грядет на сыноупротивление, в которых вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложившие все гнев. Смотрите внимательно. Есть вещи, которые должны мы умертвить. Есть вещи, которые мы должны полностью отложить. Гнев, ярость, злобу, злоречие, спернасловие уст ваших. Это то, что я должен отложить. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Совлекшись. То есть, другими словами, я оделся ветхого человека. О, я одет в него. Для того, чтобы это сбросить, смотрите внимательно, отложить надо. Надо снять с себя то, что было твоим. Это мое. Это говорит о том, кто я такой. Смотрите внимательно. Когда я сбрасываю это, это уже не мое. Чье-то. Это не мое. И ты можешь сказать, это не мое. Ты можешь одеть его снова. Ты можешь каждый раз одевать свою жизнь. Злость, обиду, ложь. И это вроде бы не грех. Потому что и патриархи грешили. Ты можешь оправдывать себя и говорить себя этим. Но послушай внимательно. Это ты одеваешь себя ветхого человека. И ты никогда не станешь сыном Божьим. Мы одеваемся в ветхого человека. Я не хочу, чтобы в нас было что-то, что мешает нам получить полную благодать. Смотрите внимательно. Где нет ни елина, ни иудеи. А, смотрите. Не говорите лжи друг другу, с облегшись ветхого человека, с делами его. Но облегшись в нового, который есть, который обновляется в познание создавшего его. Где нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания. Варвара, скифа, раба, свободного. Но все во всем Христос. Итак, облекитесь. И я хочу, чтобы вы поняли, есть метод облачения. Вы знаете, я пример привел, что я сбросил это. А теперь представьте, я во что-то одеваюсь. Мне надо какие-то усилия. Виталик, выйди сюда на минутку. Он высокий просто. Облачение – это не значит вот так вот. Это одеть в полноте, чтобы оно стало твоим. Ты можешь подержать его. Он не облегся. Он просто подержал его. Вы знаете, некоторые приходят на служение, прославление, и они чувствуют себя вот так вот. Они облеклись. И им показалось, что они – вау, как хорошо. Но они просто подержали его одежду. Его святость, праведность, чистоту, благословение. Но они не захотели одеть ее. Потому что, когда тебе дали это, дорогой мой, а теперь одевай. Ему надо приложить усилия. Ему на выходе надо одеться. Ему на выходе. Ну, одень, попробуй. Она на него короткая будет. Но я хочу посмотреть. Давай, одень, пожалуйста. Ничего страшного. У тебя плечи не такие длинные. Давай, давай, давай. Ой, ему приходится массу усилий. Он чувствует, что это не его. Так бывает и у нас в жизни. Послушайте. И надо, чтобы кто-то даже помог ему. Ну, так ничего даже. Ну, короткие чуть-чуть. Ну, ничего. У Бога есть костюмчик по нему. Да, можешь садиться. Только сними ее, пожалуйста. А то порвешь еще мне. Хорошо. И тут написано, и облегшись в нового, который обновляется. Что такое обновляется? Это одевается заново. Одевается и постоянно одевается. Не просто вешает себе на руку. Я должен обновиться, одеться и облечься в нового человека. Одеваться – это значит слиться с той вещью, которую ты носишь, чтобы она сидела на тебе, чтобы ты чувствовал себя удобно. Кто из вас носил туфли, которые натирали ему? Некоторые сейчас носят. Такой смешок я услышал. И вы знаете, они трут вам, потому что вы не в своей одежке. Вы взяли то, что не принадлежит вам. Вы чувствуете проблему. Но когда Господь, Он дает вам свою одежду, Он дает именно то, в чем ты нуждаешься. То, в чем ты нуждаешься. И я хочу прочитать. Есть метод, что я должен облекать каждый день. Сам, самостоятельно, одевать каждый день. Я должен одевать это утром, в обед, вечером. Я должен носить это, когда я на работе, когда я общаюсь с людьми. Я должен носить это всегда. Потому что есть вещи, которые мы одеваем сами. Если мы сбросили злоречие, ярость, гнев, злобу, вернословие уст, перестали говорить ложь, то мы голые, нам надо что-то одеть. Нам надо переформатировать свой разум, изменить свое мышление. И тут написано, интересно, что я должен одеть. Смотрите, и так облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные, первое в милосердии. Вы знаете, интересная вещь, я должен одеть милосердие на себя. Милосердие – это то, что не принадлежит мне, может быть, но это должно стать частью моей. Если у меня нету милосердия по отношению тех людей, которые вокруг меня, вы знаете, милосердие – это то качество, которое и воспитывается в людях. Ненависть тоже воспитывается. Я должен воспитывать в себе милосердие. Знаете, каким образом? Слушайте, кто из вас ходил давно на посещение к больным людям? Поднимите руку. А кто вообще не ходит туда? А я хожу часто. У меня работа такая. Это не значит, что я милосердие. Знаете, что такое милосердие? Это когда я обликаюсь, когда общаюсь с ними. Потому что некоторые делают вид, что они заслужили этого, те люди, которые в нужде и в проблеме. Вы знаете, когда Иисус видел людей, Он жалился над ними. Почему? Потому что милосердие было и Его сущностью. Я должен обликся. Тебе не жалко людей? Тебе не жалко тех, которые сегодня в нужде? Вы знаете, некоторые смотрят на наркоманов, они говорят, они сами виноваты. А милосердие говорит совсем другое. Милосердие относится к ним совсем по-другому. Ты хочешь их поднять, ты хочешь им сказать что-то, ты хочешь их ободрить для того, чтобы они вышли из того рва и стали на то место, которым они должны находить. Милосердие. Это то, что я должен обликся вместо гнева, вместо злости, вместо сквернословия, вместо обид. Я должен обликаться в это. И вы знаете, я должен смотреть, зачем я говорю, что я говорю. Потому что некоторые не милосердны. Ни к себе, ни к другим. У них такая одежда. Они не имеют милосердия. Смотрите внимательно. Дальше он говорит интересную вещь. Он говорит, а теперь, возлюбленные, оденьтесь в благость, в доброту, простую доброту. Доброту. Благость – это доброта. Злоба – это противоположная благости. Злость – это противоположная доброта. Благость – это расположенность ко всем людям. Некоторые люди не расположены. Вы знаете, когда человек одет в эту благость, с ним легко общаться, с ним легко говорить. Он добр. Он добр к тебе, добр ко мне. Они добры к нам. Благость. Некоторые люди ты обходишь десятой дорогой, потому что ты смотришь, он – благ. Благ не ко всем. Благость. Мы должны одеться в это. И это наша задача, что мы одеваемся. Это не задача Бога. Он дал нам ее, когда мы прославляли сегодня Бога. Он дал нам эту одежку, но мы не имеем ее, мы не оделись в нее. Благость – это то, когда закончится служение, буду ли я добр ко всем, буду ли я общаться. Знаете, как я помню, привел я братьев в церковь, в пятидесятническую. А в пятидесятнической церкви, знаете, все целованием прощаются и здороваются. Лапзанием святым. И братья там были такие, любили сильно целоваться в губы. И это было девяностые годы. Ну, Библия так говорит, и у нас была доброта такая. Ну, я так, ну, все, ну, все. А у меня был друг мой, только пришел в церковь, и он этого не понимал. Доброты, любви, отношений вообще никаких. Он думал, что все у него враги. Все вокруг враги. Он терпеть не мог. Тут я когда в церкви сказал, что скажи своему соседу, я люблю тебя. Они говорят, а чего я должен говорить, что я люблю, если я его терпеть ненавижу. И вы знаете, он вот так вот подходил, а мужики же бородатые все. Они специально не бреются для того, чтобы поцеловали их. Чтобы это было. И он вот так вот. и на выход. Я говорю, Дима, что с тобой? Он говорит, я этого не понимаю. простая доброта. Это простая доброта. Это простая доброта. Я просто им хотел показать, что это обликаемся мы. Это то, что делаем мы. Это то, что должны делать мы. Я вам хочу сказать, доброжелательность, любовь, отношение друг к другу, это то, что делаем мы. Ненависть, это то, что делает тоже человек. Не говорите, что это бес попутал. Бес такого и не выдумает. То, что делают христиане, нет. Вы знаете это? Потому что он этого даже и не выдумал. Но он одел нас в благость. В благость. И он хочет, чтобы это облачение было на вас. Как щит. Как то, что одеваете вы каждый раз. Смотрите. Интересно. Смиренно-мудрые. Аллилуйя. Это то, что не достает. Особенно женщин. Братья замолчали. Тишина наступила. Наверное, братьям тоже не достает. Правда? Аллилуйя, брат. Оказывается, не только женщинам. Смиренно-мудрая должна быть жена. Нет. Муж тоже должен промолчать вовремя. Потому что некоторые не умеют молчать. Они говорят без... Смиренно-мудрые. Знаете, я понимаю, что есть слова вовремя. Есть слова, которые можно сказать вовремя. И ты должен научиться остановить себя в тот момент, когда тебе хочется очень сильно высказаться. Смиренно-мудрость. Это говорит о смирении. А мудрость – это сказать еще и вовремя. И это зависит от тебя. Сдержись. Сдержись в любой момент. Смиренная мудрость – это состояние твоего сердца. Это то, что я должен воспитывать в себе каждый день. Мы во время прославления, а некоторые во время проповеди. Знаете, смиренно-мудрые мы воспитываем во время проповеди. Проповедники. О, да. Ты можешь быть несогласен. Но если ты дойдешь до конца, ты будешь смиренно-мудрый, ты получишь награду, венец. И некоторые, знаете, они варятся вот здесь. Они не облеклись смиренно-мудрые. У них здесь нет смиренно-мудрые. Они воюют. И у них война вот здесь. Они выскажутся в свое время. Они будут воевать против тебя. У них нет смирения, мудрости. Они горды в себе. Облекись смиренно-мудрые. Не всегда твои слова, они достигают цели. И не всегда ты нужен там, где нужно говорить. И смотрите, кротость – это наивысшая степень послушания. И вы знаете, когда кротость говорится о том, что послушание… Тут не говорится кротость к Богу. Кротость – это послушание ко всем. Старшим, к начальствующим. Аллилуйя, он прославляет Бога. О, он вчера тоже пил. Кротость. Смотрите, что такое кротость? Это то, что ты одеваешь. Это не то, что у тебя должно висеть. Вы знаете, я кроток и смирен сердцем. Вы знаете, Моисею 40 лет приходилось ходить за овцами для того, чтобы стать кротким. Тот, который убил египтянина. Как вы думаете, это проявление кротости было? Нет. Но он уже был кратчайшим человеком через 40 лет. Он был настолько кроток, что когда на него восставал весь Израиль, он говорил, пускай Бог рассудит. Я или вы правы? Он не мог воевать с ними. Он не воевал с ними. Он был кратчайшим человеком. И вы знаете, самая интересная кротость – это то, что я одеваю. Облекитесь в кротость. Оденься в нее. Перед родителями. Перед близкими. Перед пастырем. Потому что некоторые, знаете, с пастырем все воюют. Самое тяжелое – это быть кротким перед пастырем. Потому что все же с нами тоже Бог разговаривает. Кротость. Это зависит от меня. Если ты хочешь благословения от Бога по-настоящему, то оденься в эту кротость. И не лги на истину, если ты не кроток. Если у тебя есть злоба, злоречия, сквернословие, гнев, не говори, что это не твое. Это бесполезно. Слушай, кротость – это от Бога. Аминь. И это я одеваю. Это его одежда праведности, в которую я должен облегся. Смотри. Дальше. Далго. Самое тяжелое. Снисходя. Далготерпение. долготерпение то что мне не хватает я вам честно сказать они долготерпеливы я хочу все сразу я бегу впереди паровоза если я услышал слово я хочу всем рассказать я спешу у меня нету долготерпения и мне бог говорит слушай тебе надо облиться долготерпение зависит от тебя вы знаете почему моисей убил все-таки этого египтянина у него тоже не было долго терпения 40 лет впереди да если вы хотите чтобы вашей жизни еще было 40 лет для того чтобы вас бог благословил но ничего страшного можете но если вы проходите какие-то трудности и вы уже начинаете роптать и вас проявляется недовольство у вас появляется такое я буду делать что-то плохое сделаю что-то ужасное знаете он убил человек вообще самое интересное то что это он сделал из-за того что гнев настолько подошел близко там и все сработало он был воином он умел убивать людей когда он разобрался возле с тельцом как с израильским народом он поступил как воин он сдал один метод которым надо работать с людьми меч но он был это сделал это посмиренно мудрю и кротость и долготерпению он потом упрашивал за этот народ и умолял за этот народ чтобы бог не уничтожал но он сказал кто божий стань возле меня стань со мной и они взяли каждый свой меч и входили каждый к своему близкому своему другу своему знакомому и они убивали друг друга для чего и вы знаете самое интересное в тот момент зародилась самое большое служение это левина служение левиты произошли не из-за того что бог так особо наделилась захотел дать им имя а из-за того что они были божьи они выбрали бога и исполнение его воли может быть это был метод неправильный есть методы которые нам кажется неправильные но бог он употребляет эти методы для того чтобы решить их вы знаете я когда смотрю первоапостольской церкви я смотрю на ананью и сапфиру мне этот метод не нравится но он работает есть методы которые нам не нравится но они других методов не знали петр не знал другого метода как успокоит этот народ чтобы они перестали лгать и обманывать чтобы они перестали жить своей жизнью он слушай зачем ты солгал духу святому я не думаю что там один солгал но это допекло петра есть решение вопросов которое мне не очень импонирует мне не очень нравится но он решил именно таким образом он закрыл перед ними ключ он закрыл перед ними вход царства небесное он сказал и тебя вынесут тут не надо рассуждать спаслись или не не спаслись у петра были ключи царства и он умел имя пользоваться он мог имя пользоваться и вы знаете самое интересное то что сходит вот здесь вот он говорит о долготерпении что я должен одеваться в долготерпение чтобы не дай бог не сделать то же самое потому что есть методы которые у нас в руках как у служителей как у пастырей как у кого-то еще как у христиан библия говорит кому простите тому проще на будет на ком оставите вы знаете как кому это сказано ученикам сказано каждому кто будет веровать не это те которые исполняют его волю это те которые идут за ним и следуют за ним которые исполняют то для чего они призваны которые строят его царство расширяя его пределы мне не нравится эти методы но они действенны и он говорит о долготерпении облегся в долготерпение потому что нам надо друг друга долго терпеть почему это надо смотрите снисходя друг к другу потому что люди некоторые очень плохие они только здесь берут под руку свою одежку выходят а там выбрасывают и одеваются в свое старое старое это ярость гнев злоба злоречия сквернословия уст лжу обман и они соединяются с этим ветхим миром и живут так же как и они поэтому их слышат слушают и поэтому среди того что они говорят она работает как и христос простил вас так и вы вот это долготерпение прощения ко всем потому что когда вы не прощаете вы не только себе закрывай и можете не закрыть не только себе а что еще у вас есть ключи не у всех но некоторые имеют это у вас есть власть о мамы послушайте внимательно вы имеете власть над своими детьми открытие закрытием поэтому научите детей ваши приходить богу акции научите детей ваши приходить богу вы открываете перед ними вход или выход вы знаете это это бог дал вам во власть так что если вы со своими детьми 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 недолготерпеливы если вы их не научите вы если вы их не мисс не сходите если к ним не пас то ничего не произойдет это метод чтобы достичь успеха достичь их душ достичь для того чтобы они служили богу и были с богом и и самое главное дальше облекитесь во что-то знаете во что любовь которая есть совокупность всего есть то что облекает вас и делает вас непохожими ни на кого когда вы одеты в любовь смотрите внимательно более всего облекитесь любовь которая есть совокупность совершенства и да владычествую сердцах ваших мир которому вы призваны в одном теле и будьте дружелюбны будьте дружелюбны дружелюбие очень важно дружелюбие очень важно быть открытыми перед людьми дружелюбны потому что когда иисус открылся ученикам и он сказал бы друзья мои потому что я открылся вам я вам рассказал все дружелюбие это когда ты готов делиться сокровенным то что есть у тебя вы знаете когда я начинаю общаться с людьми некоторые люди они говорят ну мы любим но не дружелюбны вы вы общались в мире с людьми что такое друзья друзья это те которые знают сокровенное тайное глубокое я не могу дружить с тем человеком который пришел отве разведать у меня что-то но сам закрыт я дружелюбен дружелюбие оно обоюдно оно обоюдно и я вам хочу сказать не бойтесь открываться перед людьми потому что то что внутри вас оно должно быть и снаружи то что снаружи оно должно быть и внутри но если вы научились сохранять вот это дружелюбие то вы будете успешны вам потянутся люди вы с вами будут общаться с вами легко находить общий язык вы такие же как и есть вы такие как есть не надо подходов никаких знаете с некоторыми людьми общаясь и к ним такой сложный подход нужно если ты не был пастырем или служить чтобы вообще ничего не узнал но так как у тебя есть дар святого духа и они начинают открывать сами тебе все что внутри их потому что дружелюбие это состояние когда ты открыт дружелюбен открыт ко всем твое сердце должно открыто и павел пишет в одном послании он говорит сердце наше открыто к вам я дружелюбен я не хочу чтобы мое сердце и ваше сердце было закрыто по отношению к нам более всего облекитесь любовь скажи оденься скажи себе оденься когда мы славим бога мы входим в присутствие божие иисус дал нам одежду праведности нам одежды праведности дал он отдел нам одежду праведности на руку это не наша одежда тебе просто надо облиться в это тебе просто надо снять со своей руки и просто одеть только для того чтобы одеть это надо убрать свою старую одежду если ты не расстался с этим ты не можешь одеть знаете а это как виталика поверх одета и он не может оно не сходится оно пошито на тебя оно дано для тебя и тебе нужно этим пользоваться вы знаете самое интересное то что оно работает на работе в бизнесе во всяком деле если ты кроток если ты смиренно мудрый ты будешь благословен во всем о если ты честен вы знаете если ты честен и ты еще и бизнесмен о ты будешь благословен сейчас бизнес строится на на честности если у тебя репутация нечестного бизнесмена знаете что будет у тебя не будут инвестиций у тебя не будет тех которые могут в тебя вкладываться с тобой перестанут работать люди ты можешь обманешь еще кого-то но это подачки ты никогда не вырастешь до того уровня до которого ты должен вырасти если у тебя нету взаимоотношений если ты недоброжелательный если ты недобр знаете я понимаю я такой пример я доктор я врач мы работаем в сфере обслуживания что такое врачи это обслуживание мы обслуживаем пациентом и знаете пациенты часто они наглые они ведут себя нагло это врачи наглые скажите мне это правильно правильно да врачи тоже наглые бывают и вот проблема когда встречается наглый врач и наглый пациент знаете что происходит в это вовлечен заведующий директор и все остальные проблема везде даже милиция может приехать вы знаете проблема в том что когда здесь нету несогласия вот здесь вот нету несогласия здесь нету мира это не работает значит что то здесь не так но если один например пациент плохой а врач хороший доброжелатель добрый спокойный уравновешен уравновешен что происходит пациент уйдет пациент уйдет оттуда более успокоенным более спокойным более живым и наоборот и наоборот если врач такой но пациент кроткий смиренный послушный вы знаете может врач не получит должных дивидендов от этого пациента но пациент получит от этого врача все знаешь почему потому что кротость это то что дает тебе успех и благословение во всяком деле смирение и нау способность слышать тебе дает благословение это то что работает на всех уровнях семье просто тебе надо снять себя вот эту одежду которая не принадлежит тебе на которую на тебя нахлобучил этот мир чтобы ты злая была чтобы ты злой был чтобы ты недовольный был чтобы ты всем лгал и обманывал то у тебя все хорошо как дела аллилуйя разденься уже с ними это все аллилуйя плохо потому что у тебя вот здесь не аллилуйя войди в присутствие божье получи благодать божию получи славу божию и находись с ней и тогда твоя проблема решится и оденься в любовь любовь это отношение твоего сердца это то что ты переживаешь по отношению других людей знаете некоторые любят собак животных но терпеть ненавидят людей я знаю таких людей они за своих животных убить готовы они когда выгуливают собаку в кармане пистолет носят не дай бог кто-то накричит на его собачку и они добрые со своими питомцами но здесь у них проблема вы знаете вы можете быть добрыми по отношению некоторых но здесь у вас проблема ко всем остальным о я одет я люблю у меня все хорошо слушай внимательно если ты еще не пришел к Иисусу Христу если ты не покаялся перед ним если в твоей жизни Иисус не стал светом если Иисус не является главой твоей жизни ничего не произойдет потому что первое то что нужно сделать это умереть для него первое то что нужно сделать это умереть для креста ради креста чтобы с ним воскреснуть чтобы остальное все снять с себя потому что ты не сразу все понимаешь ты не сразу от всего избавляешься братья правда со злом не сразу справляемся мы уху уху сестры правда а не сразу это мы не сразу у нас у нас правдивое отношение мы более дружелюбны послушайте да мы не сразу справились со всем но все произошло вовремя и бог знает что тебе нужно вы знаете надо работать над собой Если я не буду работать над собой, ничего не произойдет. Если я не буду одеваться каждый день, если я не буду прихорашиваться, если я не буду одеваться на свою работу, к себе домой, если я не буду одеваться в эту одежду, ничего не произойдет. Очень важно, как ты отвечаешь своей жене по утрам. От этого зависит твой весь день. Посмеялись только жены, которые имеют мужей. Очень важно, как ты относишься к своей жене. Правда? Хорошо. Давайте. Более всего облекитесь. И довладычествует в сердцах вашей мир Божий, которому вы призваны. В одном теле будьте дружелюбны. И тут написано в одном теле. Тут говорится к церкви только. Я хочу, чтобы вы услышали. Это отношение к церкви. Я не знаю, как вы относитесь ко всем остальным, но если в церкви беспорядок, то для чего пастырь? Он смотрит, и он должен замечать. Если я что-то говорю, если нету дружелюбия, если нету отношений, правильных взаимоотношений и любви, то я должен об этом говорить. Я говорю об этом. Некоторых это обижает, некоторые недовольны. Это направленная проповедь, это целевая... Слушай внимательно. Это... Мне все равно, что ты говоришь. Я знаю то, что я должен проповедовать. Я знаю то, что я должен говорить. Я знаю, кто я такой. Я знаю, что я имею. И мне очень важно, чтобы церковь росла именно таким возрастом, чтобы мы имели мир, которому мы призваны в одном теле. Если мы говорим о мире, но мира нет, значит, проблема в чем-то другом. Где-то кто-то не одет. Где-то кто-то не прав. Кому-то нужно изменение. Я вам хочу сказать сегодня, если ты со Христом... Аллилуйя! Я верю, что в твоей жизни Иисус Христос, Он совершил все. Но если ты не принял Иисуса Христа как своего Спасителя, тебе нужен Иисус для того, чтобы перемены пришли в твою жизнь. Тебе нужен Иисус. Первое, что нужно, это покаяние. Потом оставить все. Умереть вместе с Ним. Умереть вместе с Ним. Потом оставить все свои проблемы. Это со временем произойдет. Мы согрешаем. Некоторые из вас согрешают. Мы имеем когда-то Иисуса Христа. У нас есть проблемы. Но одежда, в которую мы облекаемся, это не наша одежда. Это Он приготовил. Он пошил ее для тебя лично. Он приготовил тебя. Он одел тебя. Если ты сегодня хочешь изменений в своей жизни, первое, что нужно, это нужно покаяться. Я вижу здесь люди, которые, знаете, давно верующие, все верующие. Все знают Его. Остальные на гробки пошли. Но есть те, которые сегодня нуждаются в том, чтобы Господь коснулся их сердца и изменил их. Вам надо облечься в нового человека. Не совлечься со старым, а облечься в нового. Вам надо оставить то зло, которое было у вас. Может, то, что гложет вас, то, что мучает вас, то, что тревожит вас, на самом деле. Вы должны знать, кто вы такие. Я Сын Божий во Христе Иисусе. Я Дочь Божья во Христе Иисусе. Если я знаю, кто я такой, мне легко одеться. Он за меня уже умер. Он за меня пострадал. Его праведность она на мне. И в твоей жизни начнет работать все. Будь дружелюбен. Люби. Будь кротом, смирен. Сделай то, что Он говорит в твою жизнь. И некоторым нужно поработать надо. Облекаться, одеваться. Сегодня мы будем практиковать это. Потому что прославление, оно дает такую эйфорию, и нам кажется, что мы уже одеты. Нет, слушай. Вам просто одели. Обличение зависит от тебя. Действие зависит от тебя. Невесты говорят, слушай, у тебя есть платье? Да, у меня есть платье. А ты его одела? Нет, я его не одела. А как же ты поедешь на свадьбу? У меня есть платье. У меня есть костюм, но он висит где-то там, пылится. Моя жизнь должна изменяться. Если я не... Я ничего не должен, а все делает Бог, то зачем у нас происходит... Как это вы, братья, называете? Давление? Атаки. О, атаки за атаками. Знаете, почему атаки происходят? Все-таки мы оделись, потому что одежда его похожа на броню. Потому что это не пробьешь. Бей, не бей. Это не пробьешь. Есть люди непробиваемые, они идут к цели. Они идут к той цели. Их бьешь, и бьешь, и бьешь. Они уже и не замечают. Они всех любят. А, любят, ты такой классный. Все хорошо в жизни. Все хорошо. Смотришь на них, у них все плохо, а у них все хорошо. Почему-то. Потому что они обличены. Они одеты. Они за это заплатили. Может, что-то сделали, да? Нет. Послушайте, за это заплачено, но они приложили усилия, чтобы это стало их частью. Я тебе говорю сегодня, если ты не приложишь усилия в твоей жизни, ничего не изменится. Ты останешься тем же. Бывшим наркоманом, бывшим алкоголиком, бывшим блудником, с жицом. И вы знаете, время от времени ты будешь настоящим. Но если ты сегодня примешь решение, что я больше не одену, в моей жизни все изменится. Теперь я другую. Я не больше. Я новое творение. Я сын.